Начиная с 1941 года вся Кубинка стала центром формирования, обучения и комплектования различных частей и подразделений. Там за годы войны боевую подготовку и обучение прошли два тяжелых танковых полка, 20 отдельных танковых батальонов, 4 дивизии и 6 бригад. В Кубинке формировалась 172-я стрелковая дивизия, а на передовом аэродроме базировался 6-й истребительный авиационный полк ПВО. Именно здесь фашисты потерпели первое крупное поражение на подступах к Москве. Митинг «Память», посвященный эстафете «Салют Победе» состоялся у мемориала. Прототипом центральной фигуры стал местный житель, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Близниченко. Торжественное открытие началось с исполнения гимна Российской Федерации. Уже второй год подряд мы проводим такое замечательное и важное, прежде всего для молодежи, мероприятие. И прежде всего, я считаю, что, ребята, это важно для вас. Память, она сопровождает нас по жизни. И помнить то, через что прошел наш народ, важно передавать вам. И, конечно, основная задача и заслуга в этом ветеранов наших. В военно-патриотической акции приняли участие все те, кому не безразлична история Отечества. Жители поселения, школьники и студенты. Конечно, на празднике присутствовали и ветераны. Для них «Салют Победе» – особое мероприятие. Именно в 20-е число апреля корпус, ломая сопротивление немцев, пробился на Эльбу. И тем самым разбил, ну, разбил, можно сказать, армию немцев на две части, на северную и на южную. В это время еще никого из западных войск, ни американцев, ни англичан, там не было. И наш мотострелковый батальон проводил бои в очистке города Таргау. На митинге звучали всеми любимые и известные военные песни. Кружились пары. Юноши и девушки показали танцевальную реконструкцию. Война не смогла отменить такие простые вещи, как любовь и дружба. И пусть со мной, ведь сегодня, любимой, родной, Знаю с любовью, ты ты за море, прячешь плоток голубой. На митинге памяти была продемонстрирована реконструкция боевых действий. Стихи сменялись песнями, а песни – танцами. Победа над фашизмом завоевана ценой огромных жертв. В жестоких боях погибли 27 миллионов наших соотечественников. Пой гармоника в юмке на зло, заплутавшее счастье зови. Символы победы отправились из Кубинки в городское поселение Никольское. Передача сопровождалась воинским салютом. К мемориалу возложили венки. После окончания войны прошел уже 71 год. Но память о тех, кто принес человечеству мир, навсегда останется в наших сердцах. Дарья Сутягина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».